здравствуйте уважаемые любители рукоделия бисероплетения это канал мелодия бисера меня зовут наталья мазаян и сегодня мы с вами будем клести папоротник из бисера является украшением для любого букета можно добавить в разные композиции также из нее можно сделать самостоятельное изделие густик папоротника который тоже будет очень красиво смотреться для изготовления такой веточки нам понадобятся следующие инструменты и материалы первых конечно же это бисер мне это mix разных светлых оттенков бисера тут порядка пяти цветов более светлые более темные на одну веточку папоротника нужно примерно 15 грамм бисера может быть 20 также это проволока на которую мы плетем не эта проволока 04 миллиметра желтого цвета поскольку у меня зеленая проволока была очень темная вот я взяла золотую желтую 04 миллиметра ужасно нанесла заранее бисер также нам понадобятся ниточки в цвет бисера для обмотки нам понадобится кисточка клей чтобы прокрасить веточку папоротника и флористический стержень примерно один миллиметр также нам нужна линейка и кусачки так приступаем для того чтобы сплести один такой листик из бисера нам необходимо заранее нанизать примерно полтора метра бисера на нашу проволоку если есть их будет больше или меньше соответственно бисера нужно больше или меньше и начинаем плести отмерять бисер первые листья которые будут в моем листочке первые маленькие листья будут состоять из петелек которые на которой набрала 4 сантиметра бисера отмеряем 4 сантиметра сплющиваем сразу листик и делаем скрутку 3-4 оборота таким образом чтобы ножка под листиком было примерно 3-4 миллиметра и далее нужно стараться плести все листья с одинаковой ножкой и с одинаковым расстоянием для того чтобы это было делать удобнее я примерно отмеряю 1 сантиметр приблизительно зажимаю это место пальцами далее отмеряю снова низку 4 сантиметра не отпуская вот этого места начинаю делать скрутку 1 2 3 4 оборота у меня получилось две петельки по 4 сантиметра каждая далее я продолжаю точно также делать петельки все петельки у нас будут по мере приближения к макушке уменьшаться в размере затем когда мы будем плести в обратную сторону будут увеличиваться сначала мне нужно сплести 6 петель по 4 сантиметра каждая сейчас приду третью стараемся соблюдать это расстояние так не нужно спит листи еще три петли по 4 сантиметра я спела 6 петель по 4 сантиметра каждая теперь мы уменьшаем размер петли следующие петли я буду плести по три с половиной сантиметра на мой взгляд шаг пол сантиметра как раз оптимальный для уменьшения или увеличения размера петли он смотрится не слишком переход будет не слишком резкий но в то же время уменьшение или увеличение будет явно заметно мы теперь плетем 6 петель по три с половиной сантиметра тут можно варьировать очень форму листика как раз уменьшением или увеличением бисера в петле можно сделать совсем миниатюрный листик можно сделать большой можно дайте петли сделать 10 штук тогда вас будет совсем длинный лист то есть тут очень просто изменить размеры форму листа и так сейчас мы плетем 6 петель по три с половиной сантиметра мы сплели 6 петель по 4 сантиметра 6 петель по три с половиной сантиметра следующий размер петли соответственно это три сантиметра их я уже плету не 6 штук опять таким образом я делаю листик такого размера как вот мне нужно для моей композиции конечно же я в конце обязательно скажу какого размера листик у вас получится сейчас мы плетем 5 петель по три сантиметра мастер-класс очень простой подойдет даже для новичков так спели 5 петель по три сантиметра теперь путем 4 петли по два с половиной сантиметра скоро уже приблизимся к макушке два с половиной сантиметра четыре петельки мы спели 4 петли по два с половиной сантиметра и сейчас мы можем плести завершающие петли для макушки уже эти петельки будут по два сантиметра всего мы их плетем 5 штук и эти пять штук как раз таки включают себя макушку первая петля вторая петля и вот третья петля является верхним листиком нашего папоротника тоже также два сантиметра располагаемую сразу той плоскости в которой она будет у нас делаем скрутку не скрутка получается чуть-чуть побольше где-то около примерно пяти миллиметров вот у нас получилась заготовка левая нашего листика и теперь мы переходим к плетению правой половины листочка тут можно должно будем ориентироваться на сплетенной с этой стороны петли размеры соответственно будут точно такие же и количество петель точно такое же как и слева но плести мы будем именно ориентируясь так чтобы листик располагался один напротив другого сейчас нам нужно сплести листик 2 сантиметра подгоняем бисер ужасно подступаем примерно 4 миллиметра вот этой центральной проволочки и скручиваем вот получается вот такая верхушка состоящая из трех петель я сразу же поправляю отгибаю их наверху чтобы они не мешали во вторых чтобы было видно как будет смотреться листик потом скручиваю центральные проволочки скручиваем все время в одном направлении чтобы эта скрутка у вас получалось ровная далее следующий листик тоже будет два сантиметра также вы располагаем ровно напротив нашего листика эту половину листика плести в чем-то сложнее в чем-то проще вот так вот ровненько располагаем снова скручиваем центральные осью конечно можно плести не скручивая а потом скрутить но вероятность того что вы сможете ровно напротив друг друга сделать листья в таком случае понижается все-таки очень сложно также ровно сплести симметрично поэтому проще все-таки скручивать в процессе соответственно когда мы придем правую сторону размер петли у нас увеличивается сначала мы придем по два сантиметра петли потом по два с половиной сантиметра петли и так далее увеличиваем по мере необходимости чтобы петли были одинаковые с правой и с левой стороны и стараемся чтобы ножка тоже была одинаковой высоты справа и слева таким же образом мы продолжаем до конца листика увеличивая размер петели плетя и в том же количестве что и с левой стороны я продолжаю плести правую половинку листика папоротника вот у меня уже половина сплетена также я плету точно также дальше сейчас я приступаю к плетению листиков которые у меня состоят из трех с половиной сантиметров их нужно сплести 6 штук также точно как и с левой стороны также и с правой просто хочу показать что в процессе плетения правой половины листика ничего нового не происходит все точно так же как и до этого поэтому останавливаться на плетение каждого листика нет необходимости продолжаем точно также работу как мы плели до этого и вот мы завершаем плетение нашего листика папоротника осталось сделать последнюю петельку обратите внимание как сейчас листик совершенно не держит форму мы все это исправим сделаем что все было хорошо последняя петельку у нас 4 сантиметра также ее скручиваем в конце и здесь вот под окончание плетения не делаем большую скрутку под листиком буквально 2 3 оборота совсем чуть-чуть обрезаем проволоку лишнюю хвостики и оставляю подлиннее чтобы они ушли стебелек который мы будем делать для веточки папоротника вот на данный момент листик получился вот такой немножко бесформенный длина листика примерно 12 половиной сантиметров давайте напомню какие петли мы плели 6 петель по 4 сантиметра 6 петель по три с половиной сантиметра 5 петель по 3 сантиметра 4 петли по два с половиной сантиметра и 5 петель включая макушку и уже правую сторону по 2 сантиметра то есть это вот 5 петель вот так вот ну и тут все то же самое 4 и так далее перед тем как укреплять наш листик я всегда делаю вот так я кладу его и растягиваю немножко чтобы скрутка центрального ряда выпрямилась и стала более равномерно и сидите даже уже на данный момент то что была такая кривизна она расправилась будет проще собирать более плотная скрутка чуть-чуть расстояние увеличится между листиками общем аккуратненько так вот растягиваем листик также хотелось сказать как рассчитать количество бисера на один листочек но тут все принципе понятно но на всякий случай скажу соответственно мы считаем сколько бисера уходит на каждую петлю поскольку мы сантиметров мерили это у нас получается 12 петель по 4 сантиметра умножаем далее прибавляем 12 петель по три с половиной сантиметра и в конце суммируем то есть так мы можем заранее рассчитать сколько примерно бисера нужно нанизать на листик папоротника ну конечно я еще добавляю где-то 10-15 сантиметров запаса мало ли ну погрешности какие-то где-то одна бисеринка туда-сюда так будет проще так укрепляем наш папоротник берем флористический стержень берем ниточки я последнее время стараюсь работать нитками и рис и вот тут вот кропотливая работа вначале не очень удобно ниточка за все цепляется поэтому нужно очень аккуратно делаю оборот вокруг самой верхней петельки и продолжаю дальше оборачивать нам нужно постараться спускаться вниз помогаем себе пальчиками верхнюю петлю мы проволоку не добавляем чтобы верхнюю петельку смотрелось ее ножка изящнее аккуратненько не торопясь обматываем ниточкой обмотали до стыка с первым листиком и по диагонали зацепили листик теперь можно взять стержень с изнаночной стороны прикладываем его первый оборот делаем стержень может быть неровно лежать делаем второй оборот затем переворачиваю наш лист и уже когда листик стержень закреплен немножко его аккуратненько подтягиваю чтобы он не торчал вот так делаю еще несколько оборотов и перехожу на лицевую сторону обратно вообще не видно это место перехода к стержню продолжаем обмотку каждый раз когда я подхожу к листику я цепляю и за листик тоже вот здесь вот по диагонали таким образом стержень еще дополнительно укрепляется за листик аккуратненько между листочками стараясь не наслаивать нитку одну на другую аккуратно обматываем не торопимся если есть необходимость по мере обмотки поправляем стержень чтобы он располагался ровненько вот так вот аккуратно между всеми листиками продолжаем обмотку до самого конца нашего листочка вот такая обмотка получается продолжаем ее дальше продолжаю обмотку нашего листика все тоже самое процесс абсолютно такой же как я показывала аккуратненько между листиками мотаем нашей ниточкой на данный момент уже можно обрезать лишний хвостик если вам в композиции уже понятно какой длины нужен папоротник то можно обрезать в этот хвостик не мешал обмотки я домотала до конца листика расправляем наши проволочные стержни стержень прекрасно держит лист не прогибается теперь нам нужно сделать обмотку до конца наших проволочных стержней точно так же ровненько виточек витку мотаем до конца обмотали до конца наш листик обрезаем нитку завязываем узелок и практически листик готов осталось два момента первое это расправить листик а второе это покрасить лаком вот сейчас он еще не очень красивый теперь мы придаем ему форму сначала мы просто проходим по всем петелькам расправляем их ровно плоскости если где-то какие-то изгибы еще что-то листики стали ровные теперь ты знал к немножко выпирает стержень проволочный это лицо и теперь мы каждый листик вот так вот опирая на пальчик сгибаем очень удобно уже когда кверху подходим тут уже можно просто я с изнанки это делаю просто ногтем вот так вот выгибаем даем такую чуть полукруглую форму сначала с одной стороны потом с другой стороны прошлись угнули листики и потом немножко их как бы согнули вот так вот чуть приподняли чтобы они возвышались над стержнем не забываем про верхний листик тоже лишним листиком тоже продаем форму точно также их расправляем теперь осталось прокрасить листик вот таким вот клеем и оборотник будет готов вот такая зелень для композиции у нас получилось это с двух мастер-классов по-моему прекрасно смотрится все материалы необходимые для изготовления этих работ вы можете приобрести в магазине милость бисера точка ру ссылку на магазин а также купон на скидку вы найдете под видео если вам понравился наш мастер-класс ставьте лайк оставляйте комментарии подписывайтесь на наш канал всего доброго до свидания